Повышение тарифов за электроэнергию обсуждают сегодня в Казахстане. Сразу 24 энергопроизвечащих компаний подали заявку на их корректировку. Об этом накануне сообщили в Министерстве энергетики. Публичное обсуждение продлится до 22 декабря, после чего станет известно, будут ли потребители платить более высокую цену за электроэнергию. В студии наш экономический обозреватель Гульдана Кален. Гульдана, доброе утро. Почему все-таки тема актуализировалась сейчас и как это отразится на карманах населения, это самый главный вопрос. Приветствую коллеги. Вопрос на самом деле хороший, эксперты в целом поддерживают, но сначала, считают они, нужно необходимо провести тщательно аудит всех субъектов. Монополия обо всем по порядку? Повышение тарифов энергопроизводящие компании объясняют тем, что выросли расходы на топливо, а в частности подорожали уголь и газ. На их закуп, как утверждают монополисты, они тратят почти 60% оборотных средств, и что оставшиеся суммы не хватит на увеличение заработной платы сотрудникам. К слову, в сфере жилищно-коммунального хозяйства по сей день острый дефицит квалифицированных кадров, а все из-за низких доходов. Учитывая вышеупомянутые, среднее увеличение тарифов за электричество по республике может составить почти 2 тенге за киловатт-час. Однако это пока прогнозы, точные цифры станут известны в конце месяца. Между тем, эксперты считают, прежде чем повышать тарифы, нужно тщательно проверить работу компаний, работающих в сфере ЖКХ. Из-за отсутствия контроля там есть место и для коррупции. С 2003 года мы пережили таких скачкообразных повышений уже три раза. Ни одно из этих повышений не дало эффект. Если мы не исправим ситуацию, не введем общественный мониторинг, контроль по деятельности монополистов, все это будет дальше продолжаться. И никакого обновления фондов нигде не будет. Эти деньги, вот эти монополисты выведут из системы и просто бюджет потеряет деньги. Это нужно. Я считаю... Растут цены не только на коммунальные услуги, но и на продовольственные товары. С начала года в стране продукты питания стали дороже почти на 16%. В цене в основном добавили рис, молочные и булочные изделия. А за последнюю неделю, по данным Бюро над статистики, стоимость стала выше и на некоторые социально значимые продукты. В их числе яйца первой категории почти на 10%. Они подорожали в Итрау, за десяток там просят 550 тенге. В списке лидеров также Казалорда, Жисказган и Уральск. В Кокшитау, Шамкензе и Вузькаминогорске цена выросла на мясо курицы. Соль в столице ниже 80 тенге уже не купите. Молоко с жирностью 2,5% стоит почти 400 тенге. Казахстан наращивает объем IT-экспорта практически с космической скоростью. За последние три года показатель вырос больше, чем в 10 раз. Если за весь 2020 год казна государства пополнилась на 30 миллионов долларов, то к концу этого цифра достигнет 500 миллионов, прогнозирует цифровое министерство. Сейчас вклад IT-сферы во внутренний валовый продукт Казахстана составляет 2%. Для сравнения, в Китае только одна компания, это ТикТок, приносит почти 30% прибыли от ВВП. В США от Apple 20%, у нас показатель пока что небольшой, по понятным причинам. В стране индустрия достаточно молодая, однако надо сказать, что амбиции у наших айтишников высокие. Ну что ж, коллеги, такими темпами, думаю, мы очень скоро догоним передовые кампании. У меня вопрос, Арстан, насколько вы часто пользуетесь услугами электронного правительства? Например, я не всегда ношу с собой удостоверение личности. Раньше, если забыть документ дома, было проблематично. А сейчас, согласитесь, можно легко даже зайти в госучреждение, показав электронный вариант. А вот у вас как обстоят дела? Какими услугами вы чаще пользуетесь? Аналогично, Гульдана. Нет в сумках документов, как раньше, достаточно телефона, предоставляем электронный вариант. Главное еще, чтобы с собой был ЭЦП-ключ, которым всегда можно воспользоваться и разрешить какие-то вопросы в том же приложении. Но мне почему-то по старинке удобнее все-таки съездить в Центр обслуживания населения. Вы сейчас подчеркнули свой возраст, Арстан. А мы сделаем маленькую рекламную паузу. Спасибо, Гульдана. Не переключайтесь, мы продолжим чуть позже.